ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женщина рассказывает, что об опасном вирусе предупреждают и в Таиланде, и в России. Мы жили в отеле, и у нас в один день просто вывезли всех китайцев, куда мы не знаем. Когда вся эпидемия началась, мы только заехали 23 января, а 25-го их уже не было, вот всех подчистую. Все ходили без масок у нас, то есть не было там ничего такого, что там ходили, даже тайцы были без маски, хоть у нас там провинция была. Эпидемическая ситуация в Таиланде напряженнее, чем в России. И количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 25 человек. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на Минздрав Королевства. Это второй по величине показатель заболевших среди стран после Китая. Поэтому к туристам из Таиланда в России дополнительные меры контроля. Проверяли температуру тепловизором, и мы заполняли анкету, когда выбыли, когда прибыли, в каком городе находились, сколько дней. Такие меры в случае инфицирования помогут определить источник заражения и выявить группу риска. Экспресс-тест способен диагностировать вирус в течение 4 часов. В это время пациент будет находиться под особым наблюдением. Больных с подозрением на коронавирус помещают в отдельные боксы. По словам медиков, здесь в областной инфекционной больнице уже созданы отдельные изолированные палаты. Но пока региональный Минздрав не готов их показать. Мы написали официальный запрос, сколько пациентов здесь готовы разместить, и есть ли у оренбургских врачей все необходимое для борьбы с опасным вирусом. На эти вопросы ответов пока нет. Посольство России в Китае сообщило о завершении эвакуации россиян из провинции Хубей. Об этом говорится на сайте депмиссии. Но на территории Поднебесной по-прежнему много граждан нашей страны. Среди них оренбуржцы, студенты Оренбургского государственного университета. Три студента прибыли на каникулы. У них все в порядке. Мы с ними держим связь. Они находятся на территории России. Два студента находятся на территории Китайской Народной Республики. Один в Шанхае и один в Пекине. Какой-то паники или иных настроений у них нет. Они работают в том режиме, который есть. Сейчас мировое научное сообщество активно ищет вакцину от коронавируса. Оренбуржские ученые пошли по другому направлению. В институте клеточного и внутриклеточного симбиоза предлагают принципиально новый взгляд на лечение болезней. По мнению профессора Бухарина, главное – борьба не с самим вирусом, а с его источником, то есть с микроорганизмами. Вирус гриппа создает грипп. Это волна, которая захлестнула человечество. А страдаем мы и умираем от чего? От пневмонии. Он же называется коронавирус, вызывающий пневмонию. Это хлебсиелла. Это бактерийная вещь. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражения зафиксированы уже более чем в 20 странах. Накануне глава организации заявил, что пока мир опасно не готов к глобальной пандемии. Редактор субтитров А.Семкин